за вас много дадут тысячу а че такое началось ничего себе все три рача а че-то опыта там много дают норма я не против фига мне там вот это люди живут со свиньями прям в доме у меня тут на работ по порядочек то дома прям пипец с утра просыпаешься от хрюканье вот здорово а вот я понял прикольно я понял что тут медведь то столько можно мой клубнику забирал о круто сейчас все соберем за них вроде неплохо дают 1400 а как тебе это понравится рыбачки всем привет добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки плата где-то там сакрид а блин опять дерево встало водка непослушная лошадь похожие сакрид 2 и вот в прошлой серии мы пробрались на территорию мы пробрались на территорию людей вот и в этой серии надо бы знаете что надо бы открыть портал обязательно да откуда мы можем порталится потому что вот здесь вот не очень удобно мне опять пришлось всю эту пещеру пробегать это просто пипец поэтому давайте наверно дойдем до вот этого а ну вот кстати говоря вот тут есть поэтому давай нора даем куда тогда а вот заодно сразу глянем чё там за по пути иди вот что там по пути у нас за эти за задание может мне спасибо спасибо бешеная тварь спасибо бешеная тварь мне поможет быть спасибо бешеная тварь тогда да господи завалите его уже пазил бешеная тварь так давай глянем чего нет есть на потихонечку надо на magic find покупать все у кольцу кого хорошее вот я потихонечку покупаю так как опыт у нас уже вроде как все поэтому с magic find им еще вот реликвии еще на 5 по торговле 5 до 80 у нас по моему торговля 55 а торговли у нас есть у нас с этим до 4 да у нас одну надо у проницательность купить одну проницательность на на 5 купить пока пятерок что-то что-то совсем мало пока тут как торговлю только попадается так ну и с этими наверно тоже торговля черт его знает вот какой ухты 8 и 2 серебро одно можем вставить получаться сюда можем вставить только руну если только сами не кузнец да здесь у нас получается 12 процентов если мы сюда вставим 4 то есть получается кольцо сюда можно вставить серебряное кольцо у нас максимум что-то 5 ну 5 грубо говоря да то есть получается у нас 5 это будет уже 13 процентов ну так-то шила на мыло по идее до 300 тысяч у нас и денег нет разбежался так давайте-ка наверно сразу пока здесь почитаем про т-энергию у нас тут три книги есть давайте сразу и читаем так ты энергия давайте посмотрим что за т-энергию у нас так том 6 так рецепты вот том что и оружие на мастерство т-энергию самом начало систематического изучения магии улучшение оружия и доспехов с ее помощью было на одной из основных дисциплин простое наложение заклинания и лича основа этого искусства более сложные реализации включают себя цепочку заклинаний или даже заклинание которое может производить приводить действие тот кто использует оружие во многих случаях магическое улучшение оружия просто магический усиливает урон наносимый самим оружием увеличивая общий урон и игнорируя определенную невосприимчивость к ущербу однако на самом деле существует гораздо большее количество вариаций на оружие может быть наложено практически любое заклинание это руны наверно да прошло некоторое время прежде чем кому-то пришла в голову мысли заменить управляемую магической энергии самой первобытной и опасной формой магической энергии т-энергии энергия невозможно управлять это постоянный поток хаотических сил которые почти невозможно направить не говоря уже о том чтобы контролировать однако в 3 352 году после десятилетий целенаправленных исследований верховные владыки школы сущности высших эльфов эльфов наконец открыли магический ритуал связывавший мельчайшие частицы т-энергии со статическим объектом результаты были потрясающими т-энергия моментально начинала контролировать объект но не учиться не уничтожала его вместо этого объект начинал часто выпускать частицы энергии имеющие разрушительный эффект казалось что было найдено совершенное оружие однако вскоре стало ясно что это всего лишь было иллюзией поскольку энергетические удары не были прицельны любой использовавший такое оружие рано или поздно неизбежно убил бы себя однако первый шаг был сделан понадобилось еще 50 лет чтобы были обнаружены средства сосредотачивать т-энергию в определенной части оружия чтобы выпущенная энергия поражала необходимый объект а не вытекала бесконтрольно это основного совершенства не открыла дорогу к созданию оружия с т-энергией блин я тоже хочу оружие с т-энергией нифига себе так артамарк артамарк мы не читали да том 2 артамарки от чет не помнить это наверное это наверно мифы и легенды или где там вот интересно об анкаре наверно да это но так давай артамарк том 2 да вот он том 2 артамар артамар география и климат в землях людей много зелени сограждающих их гор безперерывно дуют холодные ветра приносящие летом дождь и зимой снег в артамарке много лесов почва здесь очень плодородна на множество сортов хлеба что подаются в тавернах артамарка мы обязаны изобилию злаковых зеленые просторы не перестают удивлять путешественника своей красотой на горизонте возвышаются снежные шапки горы от леса поднимаются туманы исчезают в балетном мареве солнца наконец насилия наконец население население здесь приветливо и дружелюбно к странникам население населен артмарк артамарк практически только людьми крытые соломой хижины служащие им жильем не только живописно выглядят но и дают хорошую защиту от зимних бурь большинство жителей артамарка занимается сельским хозяйством или ремеслами но встречается среди них и охотники добывающие дичь на мясо которым питаются сами и и на шкуры которые продают заезжим купцам купцов этих затем грабят обитающие в лесу разбойники путников в артамарке принимают целом радушно не привечая лишь высших эльфов и орков это вполне объяснимо высшие эльфы до сих пор рассматривают людей как рабов а орки непрестанно угрожают северным границам артамарка достопримечательность люди не отличаются зодческим мастерством их постройки в своей массе просты и практичны отчего может сложиться впечатление что у людей просто нет эстетического вкуса тем не менее некоторые места определенно стоит посетить например отвагу уртхака возле ворочей границы говорят что она строилась две сотни лет взирая на могучие стены вздымающиеся посреди леса в это не трудно поверить рынок чернодубах на юге артамарка лучше всего посетить напоследок чтобы вас не ограбили на севере это крупнейший рынок во всем артамарке там торгуют в основном шкурами мясом и ремесленными товарами в первую очередь разными деревянными изделиями людская резьба высоко ценится по всей анкарии является практически единственной формой художественного самовыражения в этой местности на рынке можно найти все виды резных изделий от маленьких серег до статуй воинов в натуральную величину выполненных столь искусно что кажется будто вот-вот их волосы всколыхнет ветер в артамарке считается невежливым дарить что-либо что может быть полезно дарящему так как этим так как этим дарящий словно показывает что он состоятельнее и выше одариваемого рекомендации если это возможно по артамарку лучше путешествовать летом в это время года погода стоит преимущественно хорошая и у путника есть шанс отведать местного деликатеса каши из оленьих мозгов с клубникой и свежим хлебом вот спасибо спасибо не надо так ну и последняя охота за знатью принца вот интересно мы про принца сочетали чем по принцип почитаем так да вот охота знать у принцип охота за знать у принцип о мой герой или как очаровать благородного господина земледельцы пастухи ремесленники относительно мужчин у сельских девушек выбор невелик может быть они и не и не замечали этого когда неблагородные господа в роскошных одеждах расшитых золотом проезжающие по трактам верхом на великолепных лошадях или в каретах со своими женщинами каждая басоногая девочка хоть раз в жизни увидевшая издалека дворянина начинает мечтать о таком кавалере но лишь немногие пытаются предотвратить притворить господи мечту в жизнь те же кто твердо решил сбежать от скучной сельской жизни предстоит ответить лишь на три вопроса кто когда и как кто ответ на этот вопрос зависит от того насколько далеко вы готовы зайти если с внешностью у вас относительный порядок по крайней мере лошади не шарахаются то у вас есть выбор старый благородный вдовец толстый и непримечательный аристократ или же молодой красивый дворянин у каждого свои преимущества старый аристократ долго не проживет и вам достанется его добро но не стоит сбрасывать со счетов интриги которые другие наследники могут плести против новоиспеченной претендентки на имущество благородных кругах люди не скупятся на яды и наемных убийц непримечательный аристократ среднего возраста проживет конечно дольше но именно он может оказаться правильным выбором к тому же его проще всего повстречать ближайший таверне но имейте ввиду что в плане денег такие господа не самый перспективный народ в идеале конечно лучше найти пусть не очень богатого зато молодого дворянина который будет дарить вам подарки и которого вы будете способность озерцать каждый день без желания от отвернуться к стенке где каждая деревенская девушка знает в каких тавернах собираться знать и до или после охоты чтобы пропустить по паре кружечек и похвастаться своими подвигами на первый взгляд таверна кажется очень удобным местом но это не так ведь всем девушкам таверне нужно одно и то же и все благородные господа это знают у них есть богатый выбор что не играть вам на руку если только вы не уверены что затмите всех остальных своими прелестями гораздо лучше забраться в лес где желаемый господин охотиться и сделать вид будто подвернули ногу неплохо бывает и разыграть сцену нападения чтобы привлечь внимание и снискать сострадание дворянина подробности зависят исключительно от вашей фантазии актерских способностей главное казаться беспомощной но не глупой если вам повезло и вы происходите из простой но хорошей семьи может быть даже со своим хозяйством можете попросить господина отвезти вас домой на лошади в семьях аристократов у сыновей обычно принято убивать друг друга в борьбе за наследство так что дружелюбная гостеприимная семья и дом где ножами режут еду они втыкают их в кого-либо будет как бальзам на душу практически для любого дворянина если же вы живете в хлебу с козами и свиньями то лучше придумать историю про жесткого отца чтобы обойти родной дом стороной как простодушие скромности целомудрия вот три качества которых дворянам на так не хватает женщинах из высшего света если вы обладаете этими добродетелями или можете убедительно их изобразить ваше путешествие в замок не за горами только постарайтесь не переиграть иначе благородный господин в порыве благородства может решить что не стоит окунать невинную девушку в мир дворцовых дрязки интриг здесь нужно здоровое чутье право восхищаться и говорить комплименты уступите дворянину а сами краснеете всякий раз когда он говорит вам приятное краснеет надо научиться заранее перед зеркалом или поверхностью пруда это проще чем вы думаете когда вы наконец попадете в замок будьте очень осторожны если вас оскорбили и вы это заметили нужно просто улыбнуться а если вы не уверены была ли это грубость то просто вежливо склонить голову всегда будьте добры со служанками и слугами потому что они знают больше чем кто-либо в замке высший свет это змейная яма в ней выжива то ли выживай только змеи и мангусты заискивающие на секунду чтобы схватить змею быть змею или мангустом это каждая девушка решает сама обалденно обалденно так так это тут это давай попросим у нее помощи чтобы это не был так и погнали потихоньку да это поможет мне в битве спасибо прям такое дерево да тут это поможет спасибо мужики давайте вы как больно будет на робот тоже кстати говоря тут достаточно сейчас опыта неплохо идет мужики вы чё делать будете не полбез а пойдем что такое такое задание опять кто-то потерялся господи в этой анкаре все дети теряются либо куда-то заходят не туда либо их почищает боже мой беспердел какой-то но волки хотя бы не бегут кстати пошуток ты не так давай девочка пожалуйста пойди в пещеру и найди моего кота мой кот оскар убежал в ту пещеру я боюсь туда заходить ты можешь мне помочь найти котик я считаю это своим долгом вот это вот у нас открыто до пещера они как-то другая фига тут пещерта блин пипец ладно пойдем так эти лоботрясы фиг с ними а слушай наверно это она пещера то есть да просто он показывал наверно тут или это или тут нет видимо показывал да да видимо все-таки в ту пещеру фонар и так показывает потому что мы пещеру открыли я все еще 10 тысяч слабак а в чудак много за за кого-то нифига 10 тысяч за 10 100 тысяч лет неплохо еще и девочка с нами может у кстати тайник обалдеть так это он здесь был вот отвечаю где-то тут был вот 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 фигом как редко обалдеть как какой он редко обалдеть офигеть он редко до отгады александр это девочка обалдеть ну ладно по большому чуть без разницы фигом редко да как этот марга там ну давай 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 блин нашим пацанам скорости конечно явно не хватает так-то по 1000 так неплохо очень неплохо ладно поперли вот вы медведи да вон там ой 5 вы не вылетай за вас много дадут тысячу а че такое началось ничего себе цеплячь от чудо вот это много дают норма я не броди обалдеть опыта дают да хорош пойдет честно еще деньги копить у нас 200 тысяч всего просто обалдеть болея по мне туда до зашел да я собрала ладно давай уже сюда не туда пришел вот он код а так это мужик а где код отличная работа парень продолжаю и дальше заманивать людей в ловушке когда нибудь станешь настоящим разбойника ничего вот что вот четверо тут нормально тут нет у вас дела то 4 меня зеленых придурка бегают не забывай я уже мертвым вот именно так я так понимаю а смотри-ка оскар теперь оскар теперь с нами а парень то чё где это не понял а вот я убежал из дома потому что не хочу ходить в школу ненавижу делать уроки эти разбойники привлекли меня пожалуйста не забирай меня отсюда я лучше умру чем вернуть школу готова вот ты баланс чё теперь со мной он будет ходить что ли может он теперь со мной будет ходить походу и она в школу сдавать быстрее обалдеть посаду стерилу разбойник надеюсь он ненадолго с нами уходит он конечно так себе еще и с котом блин вот повезло пипец ну ладно я так понимаю нам надо просто дойти до города и сплавить его идея меня пока в других нет прям 35 ты ждали за него то есть типа за как задание это выполнено есть так давай бутва бутва подоги она портальца саданем за него нужно нормально отдать 5 тысяч не плохо так и получаться да потихонечку погнали там по дороге в город он смотреть можно пацана нашего называли человек или кто еще ты должен умереть так мне тут подсказали что где-то на юге по моему да и точно не помню где там супер коня можно будет купить поэтому нам надо бы побыстрее туда сгонять где-то на юге ой на севере я все на юге надо будет посмотреть я не помню где пасхальный вот нам было бы неплохо туда сгонять чтобы сразу кукуни си синие плана 5000 неплохо за 5000 оба удраться кстати раб и сбой вот за медведи нам десятку туда льда в тот раз давай такой себе нет 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 защищайся трос блин неплохо не атакует нас да то есть слишком мелкого левого мы просто стоят и смотрят в баллон ладно пес с вами года города даю по кстати давайте народа сюда сначала даем там до города тебя без разницы мнение не давайте народа город так блин наверное давайте до этой даем откроем а в городе сто процентов вот портал поэтому на рамы тут в городе только портал откроем вот так вот так хитро поступим городе только портал кроме чтобы у нас в два разных места было портальчик да вот кстати говоря там конюшня видно одну то мы знаем а вторая как раз таки куда бежим откроется мы сейчас посмотрим может быть там было бы здорово нам эту обезьяну купить уникальный молния опыт еще это должно быть очень особенный каменная алибарда реально особенный у две золотые шанс двойного удара скорость атаки на армия на просто кошмар двумя золотыми дырками это на опыт неплохо это читай можно два кольца два амулетов ставить до по 10 то есть это как минимум есть 12 этого опыта но у нас то в любом случае больше ты хочешь убить павшего солдата вообще 20 болейный и в жопу короче без вот этого не убегать начинает просто кошмар так целая гора квестов еще волки тут ходят прям пипец да ты зайдешь дед нету пацана нашего урода от него лет без прям волки тут а такие бандиты это бандитский поселок где полиция туда смотрят так куда губернатор смотри где полицию без пределку 90 волки на улице просто так на сразу по дорогам все открыть да понятно погнали сразу по заданиям тогда вот у вова а все опал то есть тут начинаться как раз это беспредел куда заканчивается вернее а дальше надо нормально все будет окей ну давай прокони кроликов вот еще одна обогрызанная морковка проклятые кролики выкапывают обгрызает мой морковь ели бы они еще ее целиком так нет обгрызает только верхушку продать ее не смогу и съесть тоже меня уже тошнит и от тушеной моркови пожалуйста прогони этих ушастых тварей я бы сам это сделал но они слишком быстро бегут да сэр пацаны вроде как ребята да ну посмотрим да никакой помогает помогают рубить его одного серьезно по тут нам стрелять придется на входу стрелять придется я хорошо знаю свое ремесло о когда не спугивом то красота я хорошо знаю свое ремесло поганые кролики дел там да как стрелять намного удобнее плане именно битвы для но в плане передвижения гораздо удобнее вот милишка просто тыкаш и все он бежит так так еще троих прям где-то под носом и один где-то еще пойдем тут был пожалуйста зараза блин один какой-то где-то вот где-то вот здесь показывает блин надо выделить наверно до 5 он покажет так 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 даже беджи вот он заседает и такое ну все давай сюда а будет евро хитин 2 спасибо латвы надо задача выполнена за 4000 ну ладно в принципе тут для особо и битвы по было ну ладно пойдет так ну давай жадные грызуны давайте пузырим чего торга торгаш тут во среди дома кие красиво а то ли дело то эльфийские так прямо отвратительно кстати гонки прямо тут спрятался смотри эльфийские дома вообще отвратительно выглядят так 45 ухты какой-то вероятность эффект с проблемами магии неплохие так наверно нам особо тут смотреть не на что да я так понимаю у нас и так все пока сама топовая если на что мы зеленый роток вас можно выбить его тут очень прикупить а в плане покупки какой-то вещи цены на уже смотреть бесполезно так ладно давай у нас целая гора рун надо бы тоже их дело уже потихонечку пускать нам надо о нифига себе в дали как залез а подожди что такое происходит вы тут надо было наверно это был включать поиск я с поиском я торгу я торгую с поиском как всегда ничего не менять да теперь не выйти отсюда пожалуйста так какое-то задание тут у васером посмотрим механика конечно кривость кривовато сделала очень трудно попасть она поближе просто вижу видел чуть-чуть тут у тебя тут есть давай сюда ну ты прям аж три задания смотрите и три торговцы привет здорово так вот ну смотрите какой офигенный да вероятность уменьшения времени восстановления вдвое вот это вот интересно вероятность чего 6 процентов вероятность ведь она срабатывает при каком-то триггере правильно а здесь просто вероятность уменьшение это при ударе или что или при получении урона блин вот вообще непонятно конечно пипец офига 6 и 9 вот она точно брать мы джек файн 6 и 9 сумаски науки плюс 2 тоже неплохо так и нам надо еще одну проницательность пятую купить у нас полно 300 тыс стоит или чуть типа такого вообще очень дорого пятое жалко здесь и пиков не продается да или зеленых чего-нибудь типа такого точно не хватает убийство 5 так подожди опыт убийство 5 но здесь она вот если было бы здесь золотое например там можно было бы ставить до плюс 11 было тогда мы вы нормально бы вытянули то есть плюс 11 да 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 выйдем у нас на палочке просто не было то есть палочка у нас и условность то есть нам главное найти с одной вот с опытом с одной дыркой но здесь мы не можем вставить кольцо здесь только руну поэтому не подходит а вот этот кинжал он по идее наверное метательный да хотя мечи написано чертова знают но было бы здорово конечно так ты смотри задание просто пипец ну давай принеси мне свежих фруктов чё захотел она ну какой ты идиот а почему я там он ну какой идиот мой муж дал мне эту корзину и теперь мне нечем торговать ничего когда я вернусь домой я его так отлуплю скалкой как он три дня сидеть не сможет я тут видите ли я должна торчать свои палатки а продавать то а продавать-то нечего и не уйди никуда иначе мое место тут же будет занято ты можешь забрать моего мужа фрукты меня была бы тебе очень благодарна да сэр мне за всем нас равно правильно хочешь сэром пожалуйста будь так ну тут что-то что-то у тебя тут горит мужик играй себе красиво да какой-то алхимик какие-то комиксы лол смотрите у него комиксы и жене там ха-ха нихрена сейчас только заметил лол собрите для меня 10 ягод клубники как вы наверное знаете зелье лечения обычно так сильно горчат что большинство людей предпочтут продолжать более чем пить эту гадость если вы хотите помочь мне сделать что эти в пузере и немного слаще принесите мне немного клубники ваши усилия будут достойно вознаграждения как в смерти так и в жизни как смерти так и в жизни так даже нечего ворвать тут вот это блин ну давай его подожди а чё тут тут чё-то было вот так агранная реликвия простолюдина какого-то да пожалуйста иди сюда блин ух какой ты а это просто пипец из дома просто так не выйти это просто западня пацаны это как это западняющие двери только спасает реально убей оленя с двенадцатью битвями на рогах добро пожаловать черной дубы я натан мэр этого прекрасного города жители которого не забывают о своих традициях в этом году наш оружейный клуб празднует свое 125-летие чудесно будет вечеринка но если мы хотим сделать ее идеальной то кто-то должен убить оленя с двенадцатью битвями на рогах которые живет в нашем лесу эта задача сводит наших охотников с ума как ты думаешь сможешь принять такой вызов если согласишься тогда тебе нужно убить этого оленя и принести мне рога я берусь за это за так нам надо еще коням зайти посмотреть что там за кони да самое главное там чем сюда приперлись самое главное чем сюда приперлись это из-за коней так тут вот выходить удобно на эту на дверь нажимаешь да и он в принципе выходит иначе на лошади это просто нереально пора бороться за подождите так чуть есть поваровать здесь погнали так что-то у нас тут рядом со всем какой-то заданец а давай на расчался да иди в задницу господи давай отведи меня к лунным овцам я так рада моей дочери скоро исполнится 21 год убокий как же быстро летит время казалось еще вчера она была совсем малышкой а сейчас уже взрослая цветущая девушка я хочу сделать ей на день рождения какой-нибудь особенный подарок мать часто рассказывала мне о таинственных овцах что раз в несколько лет приходит попастись на тайное пастбище она говорила что дэн туге да блин а блан гардиан там обалденно она говорила что место находится недалеко отсюда мне бы хотелось подарить дочке платье и шерсти и лунных овец ты можешь отвести меня на их подушку я берусь за это задание как сказать берусь так с натяжкой но берусь сама погана это вот сопровождать сопровождать квесты это просто кошмар я там еще убил ты же что-нибудь вот особенно вот всяких вот швей я не я которая так этот самый может прямо одуновение ветра исчезнуть просто так блин карта дурацкая где-то вот здесь вот в этой башне получается только давай сначала все смотрим блин такой хороший сундук а чё-то нельзя его беспредел здесь уранят вот блин утупица вот двери закрывать за собой и все и не выйти когда на землю ты каш так на вот сюда зайти тихо-тихо-тихо я просто не прохожу как и вы может быть потом еще встретимся да 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 скорее бужа так я чё поворовать вот нет отлично так у нас пещера и где-то тут рядом уй там где-то в жопе мира кстати говоря это да давай сорок могу-то зайдем кстати мне это сама приличный городок так вот я думал совсем маленький он такой нормальный ольфов там много маленьких деревушек да я думал что у людей наоборот вот такая фигня а тут у людей прям эти города и вот второй до большой город у этих ольфов такой такой него у них один большой город а у остальные остальные такие мелкие а тут что-то прям вообще такого можно сказать ни хрена вот такое городище 35 тысяч обалденно так сейчас могу еще зайдем свинопасту к этому как попасть дверь какие-то фига не там вот это люди живут со свиньями прям в доме у меня тут на рапа по порядочек то дома прям а вот это пипец с утра просыпаешься от хрюканье вот это здорово да весело тут житуха у людей эльфы себе такого не позволяли со свиньями живут балованы там все на рабосранного нища просто лютое так я не помню сюда заходили или нет так окей давай тут у нас тут маг где-то живет отшельник чертов так давай сюда обязательно на все обыскиваем сейчас погодим что там у мага о вот нам дверь открыл как хорошо какой молодец так и тут какой-то выход да куда-то еще а это просто из города блин прикольно вот у людей больше фортификационные да такие смотрите ну хотя там этот был но главный город вольфов конечно мама не горюйки пипец там защита так хромает явно блин так 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 выносливость вселить страх блин вот самое наверное бесполезное это вселить страх вот кто в здравом уме будет вселять страх он убегала тип это же пипец черта не было слышно что говорил предпоследовать вот начинаешь лупить мужика дал и так вот когда он убега ты бесишься потому что те надо гонять его а тут у тебя еще срабатывать будет вообще дебилизм я не знаю может быть это как-то при заклинаниях какой-нибудь там массового поражения как у лифейки даму какой-нибудь да это будет нормально работать да пожалуйста вот именно милишнику полу половина тут героев милишников вообще ни к силу ни города как а пульно самое сомнительное это так когда пещера у нас тут но давайте сначала обелиск откроем чтобы уже открыт был да у нас монолит монолит был открыт у нас так хочу у нас а мы кстати там не были да или были были все все дома потихонечку обыскиваем то есть вот сюда можешь шли не обыскивать ладно пёс не вот когда ты кашин сразу почему-то бежит на второй кстати может быть этим и пользоваться когда ты ты каш он сразу бежит на второй этаж что не подсветится надо может этим пользоваться реально зачем я сбегаю ну-ка давайте вот смотрите хоп вот я тыкаю а вот теперь падла нормально заходит теперь не бежит вот дресня кстати все дома почему-то эти двухэтажные шикарно живут так ну-ка давай приветствую так радиус освещения то все фигня 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 генеральские рукавицы богов звучит забавно так чертами черта у тебя нет так давай открываем портал по это а кстати мы здесь и портал есть так ну здесь обычной фоне до 2 обычные коньяки но шил на мыло я не собираюсь менять поэтому шанс отражения а тут все фигня блин я тут ческать думал здесь другой здесь другой так черные дубы и легендарная лень и удавания на черные дубы потому что мы можем туда прям портальнуться на раз задание вот это вот выполнил блин наверно когда я тап нажимаю меня тоже не слышно ни черта поэтому не буду больше не собирали шо тут еще кстати говоря какое-то подземелье черт не знаю я так понимаю тут у квеста будет сразу стоит крыса посмотри так ну бы давай ух ты давай меня вот стопудово надо с этим мужиком поговорить а все это опять этот бак чертов вот это прикол ладно а вот он здорово что у тебя послал моя жена нет я дал ей эту картину похоже меня ждут серьезные неприятности ты даже не представляешь как страшно в гневе моя жена половина денег уходит на покупку новую посуду вместо то что она бьет когда скандалит ну да ладно корзинка стоит за домом возьми и отнеси бы задание выполнено ну давай что там за корзинка а тут куда был эпический на пахаре на пахаре на пахаре такие звуки знаете прям как этой плеткой что ли клещу ладно эти там сами пацаны справиться пойдет так давай на портальнемся хотя тут мэра добежать тоже точно так же как и портальнемся так просто дойдем кстати реально тут фортификация туда неплохо то есть вот один заход в город и все больше нет в принципе неплохо все проходы перекрыты вольфу конечно там было в этом плане так спасибо тебе огромное спасибо за задание выполнено так все у нас тут выполнено погнали этот олени и надо еще бы сгонять обязательно в этот в подземелье какую тут есть и прям интересно что там подземелье но я просто думаю сейчас мы квесты выполняем и скорее всего нам должны дать задание должны задание дать я так понимаю куда поэтому вот я думаю что может побегать тут посмотреть заданец а типа харина пахаре бешеная тварь блин ваши пацаны как нарубают на вес королевский о не только не говори да куда ты дурак иди попадаю у него на 100 раз так сюда легендарный олень 18 лень и опять валить гризли гризли ну ладно ничего то не они атакуют на нас взяли клубника а вот я понял а прикольно я понял вы что-то гереть на столько можно мы клубнику забирал о круто сейчас все соберем за них вроде неплохо дают 1400 500 а как тебе это понравится блю медведи больно 11000 ой 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 вот этим надо гризли валить чуть не помер обалдеть нифига не мощные нифига не мощные фуу обалдеть слушайте ничего себе вот с медведем то неплохо пофармить да иди в жопу дура поговорить вздумала блин бебец меня сейчас могут завалить эта тупица решила поговорить с ним можете валить его 15000 обалдеть сути опыта летит блин давненько такого не было обалдеть причем на медведях тут его очень классно фармить урона конечно просто нереально так у нас походу опять кто-то заблудился туда там взять можно так уходишь у нас там опять кто-то заблудился веселье так давай собираемся поможет мне в битве спасибо ну по крайней мере хотя бы не атакуют и смотрят на мужики давайте разбирайтесь хорош я все еще стою в 11000 отлично дают вот это круть так давай пятьдесят девятый посмотрим все в ловкость блин вот ничего не качаю ни силу не качаю ни эти не качаю все само качаться что такое откуда интеллект вообще я не понял все такое ощущение как будто все само потихонечку прибавляется блин пипец так торговля у нас есть это у нас есть дальше получается по одному проценту добавлят да тоже такое уже себе но с другой стороны остальное что еще качать кузнеца так то вроде и неплохо было бы да но его надо прям вкачивать вкачивать пипец чтоб он работал здесь тоже у нас хотя бонус за успехи тридцать один процент так то штраф но у нас вроде как и нормально идет у нас до шестьдесят седьмого то есть прям пятнадцать вообще хватает я не знаю что тут такого может быть поэтому наверно вот все пока сюда вкладываем да сорок процентов откаты чё у нас тут по откатам одна один и шесть здесь время остальное шестнадцать секунд сюда войдем тогда у нас здесь будет пятнадцать здесь один и шесть один и пять ха 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 выиграли полсекунды пацаны нормально пойдет пойдет вот полсекунды блин с медведи бы еще малина это падал или кто там клубника кстати как учет они не малина а клубника получай это вообще кабан ну четыре неплохо так что еще один заблудился боже ты мой ой давай сначала завалим нас мне житья тут не дадут да попадаю я конечно так себе такой себе воин так ну колоботряс ооо четверка ребят это наверно этот босс это наверно босс убей дикого кабана какая встреча ты идешь в опасное место в этой местности живет дикий кабан со своей стаи говорят это самый сильный большой кабан в Анкарии даже если это и не так то он определенно самый свирепый это уж точно он уже много месяцев угрожает фермерам и скоту ты окажешь нам большую услугу если убьешь его давай ну недалеко тут да отлично мне кажется ребят это босс это басяра просто босище вы там упоминали или нет нет это босс отлично дикий кабан вон он догад Year так штат тебе повезло вывы и раны затянулись но так давай кого так сделает хорош смотри не как рубят его обалдеть обалдеть так мне короче надо сваливать вообще смотри красота только на перед убийством обязательно призвать что успеть какие-то пацана историй будет на всю жизнь блин давай вот так вот еще так все опыты поперл давай сколько стул хоть и говоря не так особен 108 нормально пойдет среди до 108000 ну как немножечко добавилось просто обалдеть так давайте глянем что там зелененько добавилось нас армантина какого-то завещание рамкинда что новенькая кстати говоря девальское одуновение нам именно бы не было бы неплохо вот вы не воины преисподним видите плюс 3 но если это не рандомный лукреция у нас 3 у нас 3 есть за на вот это плечи но она вот очень добавляла знаете такое действенное был весомое что ли блин вот с этими просто там плюс 18 уклонению бредом были вообще а вот именно знаете в плане того что он первым и можем вот когда соберем три вещи да мы можем например призвать нет четырех максимум а ампер 5 или там 6 очень типа такого знаете существенный бонус который по-другому никак не получить очень типа такого вот бы классно было они вот эти вот 18 процентов там уклонения блин которые вообще ни к силу ни городу я обновал зеленые вещи это типа такого чутки посмотрите темный лучник подружки мужики парни вот это который с нами просто пипец помню все что вот здорово 81 ну чего больше уюю чуток и было уюю чуток и было так нам надо вот сюда от костик зайти взять понимают опять эти лучники вы не гружали смей сделать так снова боли мужики вы драться будете нет с ними вот бегают смотрите тупицы иди сюда тут постреливал парни так вот на квесту зайти обязательно взять это друид что медведь тут дохрена у тебя он тут по ходу против медведей так можно не исчезать не все равно меня видит и бьют не очень-то благородно убиваю но ты мне просто не оставляешь выбора что-то как-то больно не снесли богинь природы кстати говоря да реально друид принеси мне десять энергетических эссенций каждая печь какой печально зреющие цветы угадают фрукты гниют похоже что мать кибела отвернулась от нас нужно принести и жертву подарить кибели то что делает ее счастливой то что убедит ее почаще навещать нас пожалуйста принеси мне 10 энергетических эссенций неподалеку есть место где они вылетают из-под земли осторожно там бургет опасное существо мой меч двойми совсем рядом кстати говорят давать на 1 сразу дела мой меч это мой печь а вот они кстати за элементарий дофигищи дают опыт почему-то я так понимаю нам на потихонечку уже воскрешать себя о смотри как сразу набросить а смотри они прямо на него агрит ну идеально нашли то есть они агрятся на этого смотрите как они сразу то есть он видать призыва от низкого уровня и смотрите как он агрит сразу обалденно нашли способ теперь агрить отлично смотрите они все сбегаются сразу на них хорошо по идее мы бесконечно их можем резать да то есть пока не пропадут слушайте вот в этом плане так-то и неплохо тогда получаться если у нас откат еще большой будет для миг маленький вернее обалденно был а если еще и заражать потом будет друг другу это вообще пипец офигеть армии вот эта тема все гг вот эта тема о смотри-ка хорошо реально нам лучников для них хватало нам бы наверно лучше никто меня не остановит так он лучше есть блин прикольно я просто всегда старался непосредственно сделать этот вызвать вот этот вот комбо как ну штандарт господи забыл слово ну вот потому что он этот опыта добавлят да но сейчас опыта у нас особо нет вот неплохо заиграла до неплохо заиграла это в плане того что у целую армию может собой если еще взять навык где они там заражают друг другу это прям че дурно они вроде уже взяты меня по моему он уже взят еще можно блин по карте вообще очень трудно ориентироваться вы по старом класса беда чё показывать они еще нормально еще нормально показывают так ну что реально вот эта тема то есть сейчас мы призываем вот этих лоботрясов да и они мелкого левела и и прям все смотрите атакуют идеально просто но все теперь с этим будем бегать теперь мы по промерку всю карту зачистить можно по себе кибели понравится твой да и задача вы сурбит очень хорош так ну ладно кибела все тогда наверно да пауз 55 минут ладно давайте наверно тогда фауста на потом оставим как раз таки по дороге пройдемся и в следующей серии посмотрим что у нас тут есть ну и остальное все тоже выполнится неплохо да открыли хорошо хорошо ладно на это все тогда спасибо большое за лайки за поддержку за подписку ребятки и увидимся уже в следующей серии всем доброго друзья все самого хорошего и все пока а